Спасибо, Андрей Александрович. Ушел Алексей Валерьевич, парень. Я хотела уцепиться за два месяца, в общем, важное, которые в своем послании я озвучил. Первый, это никакие деньги не хватит, это цикровизация в России, в Москве, да и вообще не связать даже какую-либо делегу, но все равно это очень большие деньги. И как раз я проводила сессию, я сама организовывала, буквально перед нашей сегодняшней сессией по искусственному интеллекту и большим данным как стратегии, как стратегических направлений по правоуправлению России. И вот там как раз один из моих ключевых задатчиков, поставщик Павел из компании «Цифра», он процитировал взором нашего славного генерализма, он сказал, что у нас в России нет двух пудей, кроме как применить принцип Александра Васильевича в военничественном умении. И что такое умение? Это и есть компетенция, это человеческие потенциалы, это кадры, которые у нас есть. И еще одна важная вещь, которую я озвучила Алексей Валерьевич, это смысл. В Радич-курсе это дело, в какие кадры к вам, ради вообще каких-то таких меликих идей, если можно свыточить, а мы видим. Посмотрите, мы рисуем домик, когда рассказываем о смыслах, в Радич-курсе сейчас вся деятельность огромная по развитию цифровой экономики завертелась в Россию, мы рисуем вот такой домик, кто-то называет его храмом, как и у всякого здания, у этого домика есть основа, есть медаль. И в этом фундаменте есть нецифровая основа, есть нецифровой блок. Что это такое? Это то, что не имеет отношения к цифровизации, а должно быть в нашей головах и в нашей политике. Это государственная политика регулирования, это человеческий капитал, говоря о модернатах наших данных, необрые инновации, это демовой климат, из которого никогда не покоя друг другу развитие возраста, это лидерство и институты, и это кибердезапасность, это вот эти нецифровые основы. Есть цифровые факторы или основы. Что это такое? Это инфраструктура цифровая, это широкополосный доступ, цифровые платформы, это центры обработки данных, облачные вычисления и все то, что относится именно к инфраструктуре. Наконец, цифровые секторы экономики. Сектор, который в себя вбирает два больших блока, это сектор и контент, и сектор контента и сны. Вот это цифровые факторы развития цифровой экономики. Извините за частное повторение слова цифровой. И вот это, собственно, лежит в качестве фундамента здания цифровой экономики. Теперь вы видите вертикальную экономику. Мы нарисовали эти три, на самом деле их огромное количество. Это то, что мы называем цифровой трансформацией различных отраслей экономики, различных направлений человеческой деятельности. Это может быть и государственное управление. Это может быть и цифровая трансформация частного сектора, цифровой бизнес, цифровое здравоохранение, образование, культура, наука и так далее. Все, что связано с конкретными направлениями цифровой иницией. Все это должно проходить новую трансформацию. Ради чего это делается? Вот крыша – это воздействие, это эффекты, социальные и экономические эффекты вот этой цифровой трансформации. Доступность и качество услуг, социальное благополучие людей, экономические эффекты – это, конечно же, бурятоспособность, экономический рост, новые модели бизнеса, организации детей, занятость людей, все пугают, что в цифровой конфлике будут теряться целой профессией, они перестанут по непосребованным. Но ругаться не надо, а мы занимаемся развитием новой компетенции, получением новой формы образования и так далее. Вот, собственно, ради этого все мы и делаем. Человек в первую очередь. Развитие цифровой компетенции – дело новое. Ни в одной стране еще никто не сфокулирован, а что же нужно. Ни в одной стране никто не может похвастаться, что есть прямо-таки уже цельная программа развития цифровой компетенции в университетах или в колледжах или где-то еще. Мы стоим в самом начале пути. В таких уважаемых странах, как Канада, Китай, Корея работают такие многосторонние партнерские группы, экспертные группы по формулированию моделей развития цифровой экономики. ЮНЕСКИЙ Международный союз электросвязи тоже создали рабочую группу, которая занималась анализом подходов к тому, как формировать цифровые компетенции. Я вам не буду рассказывать о деталях, об их рекомендациях. Вы, в конце концов, можете посмотреть на сайте Национального центра цифровой экономики мой очень подробный доклад в Ульяновске, который я недавно сделала на эту тему, и там все эти вещи вы сможете увидеть. А я вам очень рада, потому что скоро времени у меня так мало, наш Центр, Национальный центр цифровой экономики, который всего года существует в БУ имени Ломоносова. Это отдельное срубленное подразделение, имеющее статус наочного образования национального центра. Так вот, прежде чем какие-то компетенции развивать, нужно сначала исследовать, а что это такое, какова модель. И этим как раз формированием этой модели сейчас занимается рабочая группа по цифровой экономике комиссии по развитию кадрового потенциала при правительстве Российской Федерации, которое возглавляет Александр Леонид Шухин. Я член этой рабочей группы, и как раз эту модель сейчас мы и будем разрабатывать. А мы у себя в центре провели научное исследование, которое нам показало, что о них цифровых компетенций для цифровой экономики совершенно недостаточно. Необходимо начинать с формирования способов мышления у людей. Это ценный ряд таких свойств и качеств человеческих, без которых мы никогда не выжили, не проглёмся и не были конкурентоспособными цифровой экономики. Соревноваться мы, между собой, не только страны, не только крупные города и какие-то компании, крупные или малые, но и каждый человек должен быть конкурентоспособным. Так вот, среди этих способов мышления можно назвать такие, как настойчивость, стойкость, гибкость, умение решать проблемы, критическое мышление, что очень важно в наше время, социальная ответственность, правовое мышление, нацеленность на личный рост, постоянное обучение, позитивное отношение к инновациям, потому что инновации будут постоянно появляться. Некоторые из них будут носить подрывной характер, который будет перечеркивать все, что до этого было, такое будет, и сейчас вот этого всего подрывного будет становиться все больше и больше, мы не должны этого бояться, мы должны к этому произготовить, мы умеем использовать преимущество этого. Это эстетическая развитость, эмоциональный интеллект, это мультикультурность и мультиязычность. Лингва франка, которая сейчас является английский язык, конечно, будет иметь важную роль, но мы тем более будем успешны в цифровой экономике, чем больше мы будем встать культур и язык. Это очень важно. Затем нам нужно учиться новым способом работы. Коммуникации, кооперации, креативности, инновационности, предприимчивости. Предприимчивостью должен стать каждый человек. Клиенты ориентированности, пережививому производству, это основа. Ну и, наконец, навыки для работы. Навыки для работы деловые, коммуникативные, информационные, функционеры, цифровые или технические. И среди деловых качеств, конечно, видишь, что оно никому никогда не помешает. Умение работать в условиях неопределенности, а это для цифровой экономики, где все меняется, на рождающиеся технологии приходят, их становится все больше. Это просто масса. Навыки управления людьми проектами, навыки области развития бизнеса, особенно цифрового предпринимательства. Ну и находясь умение идентифицировать пробелы в собственном развитии цифровых навыков, чтобы вовремя идти куда-то, получать эти компетенции, чтобы восполнять эти пробелы. Коммуникативные навыки, это личностная коммуникация, межпрослевая и цифровая коммуникация. Информационные навыки крайне важны, потому что это контент. Это то, чем наполнены в сети наши информационные. Поиск и фильтрация информации, оценка данных и их источников, это связано с техническим мышлением, обработка информации, организация проявления данных, анализ использования данных, создание и интеграция цифрового контента, то есть... Академия